И всем привет, дамы и господа, с вами Алио Мун, и в сегодняшнем видео у нас долгожданный обзор новой игры Ultimate Tiger Simulator 2. Да, наконец-таки эта игра вышла, и сегодня мы с вами ее посмотрим, я вам покажу сегодня все самое интересное, и покажу вам все плюсы этой просто охрененной игры. Что ж, тут у нас, как обычно, обучалочка, но мы ее убираем, потому что она нам не нужна. Давайте посмотрим, господи, посмотрите, какой лапочка у нас, посмотрите, какая у нас милая киса, о господи, какой прекрасный тигр, вы просто посмотрите на этого красавчика, боже мой, я так рада, что... Эта игра, кстати, вышла сегодня на айфоны, скорее всего, на андроид она выйдет завтра или же сегодня, я не знаю. В общем, разработчик сказал то, что он пока что только на айфоны выпустил, но на андроид и на амазон скоро выйдет, так что ждите. Что ж, давайте посмотрим, как он ходит у нас. Какая походка, вы посмотрите, какая походка, о-о-о, давайте посмотрим, как он ходит, ну, бегает. Посмотрите, какая милая атака, атака у нас... Подождите-ка, давайте посмотрим, как он атакует, а вы уже видели. Охренеть, как он прыгает? Очень высоко, вы посмотрите, как он высоко прыгает. Так, давайте послушаем теперь, как он у нас рычит, наш тигренок. Дальше. Рык такой же, прям, смотрите. Прямо шикарно. О, и шипит он у нас. Просто офигенно. Так, как вы видите, сама себе моделька тигра просто шикарная. Просто сногсшибазина. Вы посмотрите, как он хорошо проработал эту модельку. Тигр, прям, как настоящий живой тигр. Давайте посмотрим теперь на саму по себе, я забыла, как это называется. Главную строку, так скажем, давайте. Здесь у нас, как обычно, прокачка. Уровень. Ресурсы. Миссии, которые я никогда не выполняю. Дальше. На тигры. Вот это да! Вы просто посмотрите, какие здесь просто охрененные шерстки. Мне очень нравится шерстка, которая на 45 уровне и на 55. На 5 уровне у нас вот такая шерстка. На 10, на 15, на 20, на 25, на 30, на 35, на 45 и на 55 уровнях. У нас открываются шерстки. Мы должны прокачиваться, и когда у нас будет такой уровень, нам откроют эту шерстку. Вот в чем, собственно говоря, вся загвоздка. Мне очень нравится шерстка на 45 уровне. Она такая классная. Это белый тигр с золотыми или оранжевыми полосками. И черный тигр, видите, на 45 уровне, самым последним. Я буду активно прокачиваться, потому что я хочу вам показать все шерстки, которые здесь есть. Вот. Так. Здесь у нас, как обычно, можно что-то увеличить нашему тигру. Я все увеличу. Давайте посмотрим, как он будет в увеличенном состоянии. Мне кажется, это у нас будет мальчик. Это что? Это ушки. Так, это хвост. Голова. Я все увеличила, постояла все на максимум. Здесь у нас, как обычно, семья. Мы вот тут разводим с вами семью. Тигрят. Вот. Нам нужна самочка. Соответственно, чтобы зависеть, ребят. Здесь у нас... Вот здесь вот у нас происходит само по себе разведение. Вот тут все у нас происходит. Итак, теперь я предлагаю посмотреть локации. Сначала мы должны найти воду, ближайшую воду, потому что наш тигреночек сейчас умрет, потому что ему нужна вода. Давайте посмотрим на карту, посмотрим. Итак, здесь у нас три локации. Одна локация самая большая. Вторая локация вот такая вот, песочная, так скажем. И вот такая вот локация, я не знаю, как ее называют. Давайте назовем ее каменистая. Здесь у нас, получается, на одной локации у нас два босса. Тут у нас один босс, и тут тоже один у нас босс. Того у нас всего четыре босса, если не ошибаюсь. Вот. Конечно же, я вам покажу боссов в этой игре, потому что вы знаете, я всегда вам показываю все. И мы находимся сейчас здесь, и ближайшая вода у нас только в той стороне. Поэтому сейчас мы должны бежать к воде, потому что если мы не прибежим к воде, наш тигр, грубо говоря, сдохнет. Да, ребят, он сдохнет, потому что ему нужна жажда и пища. Сейчас мы должны попить, найти воду, абсолютно любую воду, потому что у нас с вами ситуация критическая, друзья. Очень критическая. Давайте пока бежим, посмотрим на локацию. Посмотрите, там есть другой тигр у нас. Мы его обходим в сторону, потому что он тоже будет у нас нападать. Мы с вами бежим к воде, потому что сейчас наш тигр сдохнет, а мы не попьем. Он уже устал, конечно же. Ну, конечно же, можно было устать, а он же пить хочет. Вот, у нас уже вода. Давайте быстрее попьем, а то он сейчас реально умрет. Так, давайте быстрее его попьем. Вот так вот он мило пьет, как самая настоящая кися. Уже становится лучшая ситуация. Нам нужно сейчас быстренько найти еду, то есть кого-то убить. А то он тоже может умереть. Давайте убьем кого-то тоже поблизости. Здесь у нас ресурсы. Паучки. Их тоже нужно обязательно собирать. Обязательно их собирать. Им вам понадобится, чтобы обустроить логово. Быстро-быстро ищем какую-нибудь еду. Какую-нибудь пищу. Прям очень быстро, потому что... Тут у нас бамбук, кстати. Я вижу бамбук. Мне вообще очень нравится локация. Сегодня мы с вами посмотрим все локации здесь. А тут прям, прям прайд тигров. Вы посмотрите. Ого. Прям прайд тигров. Давайте убьем енота. Прости, ничего личного. Я просто хочу есть. Чего не умирает, я не пойму. Вообще, я его когда-нибудь убью? Вот. Чего-то я не понимаю, что происходит вообще. Он вообще как-то будет двигаться? Почему я не как-то не бью? Подождите-ка, почему я не могу его убить? Почему я не могу его атаковать, эй? Это как-то странно. Почему я не могу атаковать? Ладно, давайте будем атаковать носорога, например. Потому что я просто не понимаю. Вот. Вот, большого мы носорога сейчас убьем. Все. Да свали ты, достал. Енот. Вот, наконец-то мы можем его атаковать. Мы можем атаковать, так что все в порядке. Просто у меня не получилось. Быстрее, быстрее. Он сейчас умрет. Давайте накормим нашу кису. Быстрее. А то он сейчас реально умрет. Быстрее. Так, кушаем, кушаем. У нас второй левел. Ура. Накормим нашу кису сейчас. Съедим сейчас все и будем рассматривать все локации. Ух. Еще поедим. Потому что он голодный еще. Вот. Все. Поели. Теперь сейчас ситуация. Все нормально. Все хорошо. А мы с вами находимся вот на этой главной локации. Давайте прибежим к логову. Первому попавшемуся логову. Сейчас прибежим. И как раз таки рассмотрим сама по себе локацию. В локациях представляются вот такие вот высокие деревья. Ой, 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 ой. Там лев. Видите, он за мной бежит. Вот такой вот красивенький водопад тут у нас, как вы можете заметить. Пытаемся забраться. Пытаемся забраться. Забрались. Так, и как я понимаю, это мое логово, да? Что? Вот это мое логово? Э, не понял. Что? Что-то я не поняла. Это что, целый замок, что ли? Вот это да! Вот это логово. Вы просто посмотрите, какое оно большое. Это прям реально. Тигринная стая или тигринный прайд. Не знаю, бывает так, нет. Но вы просто посмотрите, какое большое логово здесь у нас у нашего тигра. Невероятные размеры. Вы посмотрите. Посмотрите. Это же целый замок. Первое логово у меня порадовало. Оно просто невероятно классное. Что ж, давайте посмотрим теперь на другую локацию с вами пойдем. Потому что мне интересно посмотреть, что там. Мы с вами увидим. Давайте сейчас прибежим туда. Также давайте заметим, что здесь есть животные. Например, как бегемот, енот, тигры. Черепаху я видела здесь. Получается еще... Вообще. Локация просто красивая, но кшибасена. Я буду говорить на много раз. Вот, козел еще. Горный, если не ошибаюсь. Вообще, мне очень нравится. Очень прям круто. Прям вообще. Итак, и так. Мы уже на границе. Посмотрите. Мы на границе. И что я вижу? Это другая локация и тоже тигры. Давайте переберемся через реку. Вот так у нас мило плавает тигр. Конечно, беги как медленно. Вот, все. Перешли на другую локацию. Так, посмотрите, посмотрите, какая вода у нас. Это же офигенно. Просто офигенно. Давайте посмотрим. Я заранее все поменяла. То есть поменяла настройки и улучшила их. По сталости на хинг. Видите, вот хинг, хинг. Забыла. Вот тень. Включила, потому что тень тут необходима. Вот он. Вот хинг, он, хинг, 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 офф. В общем, это все очень нужно. Если вы хотите, чтобы у вас была игра максимально реалистичная, то включайте вот такие вот настройки. Скриньте и все. Вот. Теперь видите, как круто стало. Красивенько так. Итак, мы с вами перешли на новую локацию. Мы сейчас будем ее смотреть. Будем ее сейчас изучать. Рассматривать. И, в общем, как вы уже поняли, да. Назнакомились с этой локацией, потому что мы появились на другой локации. Сразу же. Итак, как я уже поняла, это правда у нас горная локация. Потому что здесь прям горы, лес, вообще. Вот такая вот тут тропинка проложена. Это очень удобно и очень круто. Там у нас, кстати, логово. Давайте мы тоже подойдем к этому логову. Собственно говоря, почему нет? Почему надо на себя отказывать? Вот такое вот логово здесь у нас. Не самое лучшее. Мне больше понравилось то логово, которое у нас было на этой локации. Вот. Но, в принципе, неплохо. Так, вижу фламинго. Вижу жирафа. Так. Что тут я еще вижу? Что это? Это кто-то... А, это снежный барс. Да. Посмотрите. Вот такие вот тут у нас... Как это назвать? Ну, камни. Такие вот заросшие камушки. Мы на них забираться можем, да. И выглядит очень красиво, знаете. Прям. Прям. Круто прям, знаете. Мне прям нравится. Ягодки. Мы их можем есть. Я не думала, что тигры едят ягоды. Надо будет потом поподробнее изучить википедию, потому что я не знала, что тигры едят ягоды. Это так необычно. Так. А теперь я предлагаю вам перейти на другую локацию. Потому что эту локацию... Мы на нее зашли, но мы уже половину изучили. Ой, ой. Мы половину уже локации этой изучили. Она, как вы уже поняли, у нас горная. О, вот нас слоны. Поглядите. И тут у нас даже есть львы. Видите? Это львиный прайд здесь. Это получается львиный прайд и тигриный прайд. У них будет... А, вот пальмочки. И мы пришли уже на другую локацию внезапно. Как я вижу, здесь у нас типа пляж. Что такое? Знаете, такой лазурный пляж. Предлагаю попить. Потому что пить необходимо. Пить надо. Пейте все. Итак. Я перебежала на локацию. Это у нас, как я поняла, пустыня. Кушаем ягодки и отправляемся на рассмотрение этой локации. Очень классная локация. Я уже сразу вижу и говорю, что она офигенная. Очень реалистичный песочек. Поглядите. Он реально очень реалистичный песочек. Вау. Это реально как будто пляж. Олени тут у нас гуляют. Потом моя зубка называется животное. Журавль. Или аист. Вот. Ну, короче, тут бесплатный отдых для животных. Как я понимаю, бойвол. Такой вот у нас тут. И вообще, в целом, локация охрененная. Давайте посмотрим логово здесь. Получается, логово ближайшее у нас здесь. Хотя мы могли бы прибежать сюда. Ну ладно, прибежим сюда в этот раз. Давайте я хочу прибежать найти то самое ближайшее логово. Потому что мне интересно посмотреть, как там у нас. Потому что пока что лидирует логово, которое находится в джунглях. Потому что то логово лучше. Там целый замок нам выделили для тигров. Это просто офигенно. Так, сейчас мы с вами прибежим туда. А пока можно посмотреть, насколько проработана каждая деталь. Я не перестану это говорить. Потому что разработчик реально постарался над этой игрой. Она реально построена. И вообще ничего не лагает. Все прекрасно. Мне все нравится. Я рада, что разработчик вернулся. Потому что я правда по нему очень скучала. И наконец-таки он выпустил эту игру. Итак, мы заходим в это логово. И знаете, довольно неплохое логово. В принципе, здесь есть у нас вот такая вот вода. Нам даже не надо ее строить. Здесь мы можем попить, покупаться. Потом мы можем тут поспать. Пособирать ресурсы. Тут насосать вода с двух сторон. Это очень круто, знаете. Мы никогда не уберем тут. Тем более тут же, как вы понимаете, пустыня. Тут жарко. Вот. Но в целом мне все очень понравилось. В целом все очень круто. Тут также у нас два выхода. И это тоже может нас не радовать. Это что? Какой-то значок добавили, знаете. Наверное, это то, что наш тигр сгорает. Надо в воду. Или что это? Вот вы видите этот значок? Я тоже его вижу, но я не понимаю, что делать. Побить? Я не понимаю, что это за значок. Я вижу какой-то костер, но я не понимаю, что надо сделать. В синяк встать? Что это означает? Эй, я не понимаю, что это такое? Что это за значок? Что он означает? Я реально не понимаю, что он означает. Что делает этот значок? Почему наш... Что он делает? Что это? Он сдох! Отчего ты сдох? Я не понимаю, отчего он сдох. Отчего ты сдох? Тигр, объясни, отчего ты... Я не понимаю, отчего он сдох. Появился какой-то непонятный значок, и он отчего-то сдох. Наверное, от солнца. Или отчего, я не понимаю. Это странно. Я не знаю, как с этим бороться. Но и пусть она, короче, будет в жопу. Сейчас я прокачаюсь немного. Попробую себе найти самку, как я уже говорила вам. И открою себе вот такую вот шелостку на пятом уровне. И вам покажу ее. Вот. Ну, а пока что я пойду прокачиваться. Скоро с вами встретимся. Итак, думаю, господа, я очень быстро, очень быстро прокачалась до пятого уровня. Давайте посмотрим на шелостку. Ну, в принципе, она ничем не изменилась. На борте светленькая. Видите? Вот отличие. Вот. Видите? Она немного светлее. Но, в принципе, неплохо для пятого уровня. В общем, как я прокачалась так быстро, я просто убивала слонов. Теперь мы должны найти тигрицу, чтобы завести с ней отношения. Вот. Ну, что ж, давайте найдем львицу. Точнее, какую львицу, тигрицу найдем. Будем берет по ручью. Не знаю, почему, так хочу. Вот, нашли. Итак, подходим к ней. Нажимаем на знак. Нажимаем на Ассерт. И нажимаем ее... Выполняем задание, которое она нам дает. Вот так вот ее чистим, 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 трем, 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 пальцем по экрану. И делаем ее чистой. То есть, она даст вам задание, и вы должны будет выполнить его. Так. Мы выполнили. И она соглашается. Все. Мы нашли вот такую прекрасную миледи. Типа, у нас есть миледи. Кстати, я забыла бы поменять имя себе. Что-то как-то я не заметила. Буду просто лево. Что ж, нажимаем на нее. Теперь у нас есть, так скажем, вот такая вот медмуазель. И мы можем дальше прокачиваться. Что ж, я осталась на этой локации, потому что я не понимала, что происходило вот на этой локации. Это как-то реально было странно. Так что, да. Не буду больше надеть на пустыню. Буду здесь. Вот на эту вот локацию буду, и на этой локацию буду. Что ж, думаю, господа. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то подпишись на мой канал, поставь лайк. Обязательно напиши свой комментарий, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео именно по этой игре. Что ж, на этом все. И всем пока-пока! Ну так, давайте начнем. Как вы хотите вот эту локацию? Б Bernин. Ты самой и оборудовался. Субтитры сделал DimaTorzok